Далее. В настоящее время в мире начинается гонка новых транспортных технологий. В ней активно участвуют Китай, Япония, США, и присоединяются другие страны. Разрабатываются высокоскоростные поезда, поезда на магнитном подвесе, вакуумные транспортные системы. Насколько они к нам конкурентны и конкурентны ли вообще? Вообще-то мы не участвуем в никакой гонке. Мы делаем свою работу, тихо, спокойно. Наша задача не кричать о том, что мы делаем, а тихо работать, чтобы нам не мешали, как в Литве. Начнешь гнаться, кто-то придет и по башке так ударит, что не хочется никуда уже будет бежать, а будет думать, где вообще подлечиться. Поэтому мы делаем тихо, спокойно свою работу, выйдем на рынок по графику, сделаем это, знаете, как новую машину делают, если Мерседес, не важно кто. Они что, рассказывают, показывают ее? Они говорят, вы знаете, вот через два года, через три года мы ее покажем на международной выставке и сдернем бархатную покрывалость. Вот и мы так на наших тестовых участках, на экотехнопарке, в экотехнопарке мы это покажем. И тогда рынок оценит это, потому что ни одна система конкурирующая не имеет такого комплекса показателей. Ни одна. И это невозможно, потому что мы на пределе и работаем физических законов. Нельзя уже аэродинамику улучшить больше, чем мы. Нельзя улучшить там КПД двигателя уже больше, чем мы, потому что тоже мотор-колесо там КПД уже 96%. И так далее. А вот если взять показатели, допустим, эффективность по расходу энергии топлива, то мы выше, лучше автомобиля, ну минимум на порядок, то есть минимум в 10 раз. Какой автомобиль Тесла может надо догнать по этому параметру? Ну они улучшат на 10%, на 20%, ну на 30%, но не на 1000% же они улучшат это. Взять железные дороги скоростные, вот лучшая железная дорога, ты живи. Там на одного пассажира 60 кВт мощности, при скоростях меньше, чем у нас. И соответственно расходы энергии топлива. Она надо 8 кВт на пассажира при большей скорости. Поэтому скоростная железная дорога никогда нас не догонит по своим параметрам. В вакуум уйти, как этот маска там делает, да? Я с этого, кстати, начинал 40 лет назад. Первое, что мне пришло в голову, надо поместить всю вакуумную трубу. А потом, когда я все посчитал, что это вылез, что-то такое, я отказался. Это потом, это далекая перспектива. Это сейчас не нужно, нет смысла это делать на самом деле. Даже с точки зрения безопасности. Представляете, если транспортное средство разгармонтизируется в вакууме. Все пассажиры умрут в течение нескольких секунд. То, что их кровь закипит. И газы, которые растворены в крови, заблокируют все сосуды. Это было с тремя космонавтами, которые садились, все вроде нормально. А потом клапан открылся в верхних слоях атмосферы, где было разрежение. И когда они приземлились, они были все мертвы. И вот в этом вакууме ездить, кругом в глухие стены. Причем то, что они рисуют, это смешно. Смотри, там внутри салона должно быть давление атмосферы, а снаружи вакуум. На квадратный метр стенок и двери в том числе. Нагрузка 10 тонн. Грузовик. А они рисуют там какие-то тоненькие конструкции. Это смешно все. Ну пусть делают. Мы не будем с ними конкурировать. Мы делаем свое дело. И знаем, что мы лучше. И нас не догнать.